Валерий Роншин, автор. Бабушка нашла дедушкин портрет, решила его увеличить. Повесили этот портрет на стену. Спим мы себе, и вдруг на всю квартиру. Страта там. Мы скачили, помчались в бабушкину комнату, прибегаем, а там бабушка лежит вся изрешенченная помня. Папа сказал, что о ней горевать, зато комната освободилась. Ну, дальше приехала. Тетя, которая решила купить рояль, та же самая ночью историю. Трата там, прибегая к тете, тетя изрешенченого курики, папа опять говорит, что о ней горевать-то, зато теперь у нас рояль есть. Потом мальчик этой семьи догадался, кто это все делал. Он сказал, вот у меня проблемы в школе, вот по математике. Подошел к портрету деда и говорит, дед, помоги, дед, внеси портрет в кабинет математики. Он ему принес, тра-та-та, учителя математики нет. В общем, чем заканчивается? Больше никто мне двоек не ставил. Я сделался круглым отличником и окончил школу золотой медалью. Потом поступил в университет, закончил его страстным дипломом. И везде, где бы я ни находился, со мной был портрет любимого дедушки с автоматом в руках. Ну, это вот как такое может появляться? Я не понимаю. Вот, пожалуйста, получает цензура. Если цензура плоха, давайте думать, что должно быть, но таких книг не должны читать. Я вам расскажу, что было по чате цензуры. Значит, цензура была всегда в 19 веке, в начале 20 века. И цензура была в России практически до 90-го года. И наш президент однажды эту цензуру отменил. И, собственно говоря, я не хочу сказать, хорошо ли это плохо. Но, тем не менее, цензура в России, скажем, история цензуры у нас есть. И вы сейчас предлагаете возродить цензуру. Да нет, Владимир Владимирович, ну почему вы так говорите? Я предлагаю. Я предлагаю, чтобы вот таких книг не было. А вот сейчас на кругом столе мы давайте все и думать, что нам надо сделать, чтобы как-то... Каких книг нехороших, плохих, непатриотических. Знаете, Владимир Владимирович, давайте говорить... Каких книг не было. Подождите, Владимир Владимирович, у меня такой к вам, как к издателю, конкретный вопрос. Почему? Почему вот у нас 16-й год возник, почему у нас Степанов опять на втором месте, опять Пушкин на 8-м месте, Успецкий на 16-м, Льва Толстого здесь, Валхемия. Победите, но вы подождите, подождите, подождите. Я не знаю, где у нас Постоевский, но в каждой стране есть уже исторические собрания. Но вы поймите, что, допустим, бизнес, который является издательским бизнесом, он предполагает определенные темы, да, он предполагает определенный ритм. И здесь ничем, здесь политики нет, поверьте.